приветствуем вас друзья на канале даниила и ларисы сегодня хотим поделиться с вами рецептом мороженого я давно уже не покупаю мороженое в розничной сети разве что где-то за границей в кафешках по моему вот не знаю если кто-то знает какое в украине осталось мороженое которое можно кушать которая сделана из натуральных ингредиентов напишите в комментариях что-то мне давно такого не встречалось поэтому мы давно уже готовим мороженое самостоятельно готовить его очень просто на немножко времени потратить но это пассивное время то есть на заморозку больше для мороженого мы используем сливки и сгущенное молоко молоко в соотношении 1 2 то есть 2 грубо говоря две порции сливок одна порция сгущенки примеру на 200 грамм сливок 100 грамм сгущенки ну не грамма миллилитров естественно кстати сгущеночку очень рекомендую мы готовим сами в описании этого ролика вы найдете ссылку на видео как просто приготовить сгущенку поверьте по сравнению с тем что сейчас продается в магазинах домашняя сгущенка это просто фантастика готовится очень просто и по вкусу это это просто нечто так вот берешь лоб я вообще не очень люблю сгущенку я рассказывал когда мы готовили сгущенку мой брат мог целую баночку закать захомячить а я к ней в детстве относился всегда так спокойно а домашнюю сгущенку належь себе там в пиалочку какую-то и вот одну ложечку ее съешь потом оторваться не смогли невозможно пока я пиалочки дно не покажется ну такая штука кому как понадобится нам еще кристаллический ванилин и мы часть пороженого сделаем фруктовая вот с клубничкой а часть делаем просто ванильного и нам понадобится миксер сейчас будем взбивать отправляем сливки в чашу для миксера и начинаем взбивать я не знаю сколько времени взбивать поэтому специально приготовил секундомер и засеку время мы всегда по внешнему виду смотрим но для рецепта естественно надо взбивались сливки две с половиной минуты вводим сюда сгущенку и продолжаем взбивать еще где-то полторы минуты а чуть не забыл ванилин ванилин сюда надо отправить пропорции кристаллического ванилина вы найдете в описании видео и текстовый рецепт как обычно через полторы минуты активная фаза приготовления мороженого готова ну завершена в смысле теперь осталась пассивная фаза еще несколько действий произведем и получим готовенькое мороженое кстати посмотрите какое оно по консистенции видите чик такая вкусная пенка такая же она вкусная закрываю это пищевой пленкой и отправляем в морозилку на 40 минут через 40 минут проведем манипуляцию как это сюда мороженое попало под наклоном ставилась вот так вот его обминаем то есть мы сейчас вот это вот делаем перемешиваем мороженого мороженое для того чтобы в нем не образа не образовались кристаллики льда ты как подмерзло здесь на стенках нормально хорошенько перемешали и еще на 40 минут его в холодильник отправляем также накроем пленочкой ну или если в какой-то костюльке взбивали ручным миксером то можно крышкой накрывать то есть пленочка не обязательно еще через 40 минут подготовим ингредиенты для фруктового мороженого мы используем клубничку а вообще можно любые абсолютно фрукты измельчу их блендером но не сильно вообще вот в сироп просто а чтобы оставались кусочки вот как то так теперь еще раз перемешиваем наше мороженка она уже начинает подмерзать к стенкам имеет такую славную консистенцию и разложу его по двум емкостям в этой емкости у меня будет просто ванильное мороженое она уже будет здесь замерзать надо шоу как-то на две половины разделить кстати интересно сколько по весу получится мороженого столько же 100 сколько было ингредиентов мы завтра взвесим обязательно эту емкость отправляем холодильник морозильник на ночь и там уже мороженое будет так сказать приходить свое употребимое состояние сюда отправляем наши измельченные фрукты тоже хорошо перемешиваем так можно немножко мраморность оставить выгружаем во вторую емкость на самом деле варианта можно вы же понимаете когда вы делаете для себя можно сделать мородиновая ореховая кое-что любое вообще любые ягоды можно землянику сюда ну все что угодно можно черешню кстати сейчас сезон черешни он будет не всегда конечно какая красота вот интересно оно такое же должно получиться немножко немножко такое мраморное на срезе потом специально его не сильно вымешивал сейчас еще найдем где-то одну емкость и все вместе отправим на заморозку друзья отправляем наше мороженое в морозилку на ночь а с утра будем дегустировать на следующее утро можно насладиться мороженком друзья чик и чик у нас реально свое домашнее мороженое я конечно не умею надо специальная лопатка для этого чтобы это делать красиво но моя задача рассказать вам о вкусе а лариса сейчас сделает красивую порцию для фоточки лично я люблю это делать вот так вот немножко орешков немножко тертого шоколада и немножко перетертых ягод именно не варенья перетертых ягод но если нет ягод можно и варенья и теперь друзья можно наслаждаться прекрасным вкусом то божественно поверьте не знаю что сейчас вот производители кладут мороженое но кушки его невозможно уверен у большинства наших зрителей есть дети и внуки вы видите друзья как все просто вообще нечего делать буквально ну сгущенку сварить сгущенку сварить но опять же таки не сильно не сильно геморно если честно не сильно это занудное занятие на ней не надо стоять получается такая вкуснота от которой просто оторваться невозможно такое мороженка вы не купите нигде я думаю что где-нибудь в далекой западной загранице в продаже можно еще найти мороженое настоящее мне кажется что в украине уже вообще не вариант но сколько мы пробовали с ларисой но реально не мороженое какая-то какая-то честная фигня поэтому друзья внукам детям или просто себе любимым готовьте мороженое по нашему рецепту поверьте вам понравится и будет очень вкусно естественно если там по мороженому хотите задать какой-то вопрос задавайте в комментариях если просто хотите пообщаться с нами тоже пишите в комментариях обязательно пишите а мы стариться и будем снимать для вас новое видео придумаем еще что-нибудь прикольное в стиле мороженого всего доброго пока